Продолжаем нашу пресс-конференцию. Ваше внимание, командир, главного тренера, Александр Владимирович. Думаю, что играли хорошо, специально на первом тайме, когда создали пару хороших моментов. Там моментов было и в втором тайме, но вообще думаю, что судья сегодня принимали такие решения, что очень трудно было играть, потому что в российском чемпионате качество команды, оно очень равное, и если судья свистит в одну сторону, тогда очень трудно. Он не удалил Бумеля, это сами видели, вторая желтая была должна быть. И сам думал, как и не удалить его, разговаривал с ним, но не принял данное решение. После этого поставил пеналти, там тоже знаю, что случилось, и это достаточно, чтобы проиграли. Просто в Урал впереди, в Урале есть очень качественные игроки, когда у них было право, что они это использовали, поймали нашу контратаку, и на конце игры у них было пару хороших моментов. Я вообще не знаю, где они находят этих Матюнина, Маскалёва и вот таких судей, потому что они их защищают там, и видите, Маскалёв, когда не поставил пеналти нам в Москве, в следующую игру был четвертый судей на игре «Арсенал-Зенит» или «ЦСК», не знаю, «Арсенал-Зенит» или «ЦСК», я думаю, «Арсенал-Зенит» стоит. А потом судей «Динам-Урал», значит, его вообще не наказали. И тоже они думают, никто за этим не следит. Поэтому сегодня главный момент был, когда они удалили Бумеля. Хорошо начали весну, а сейчас пять поражений в шести матчах. Наверное, это не только неудачами и судейством объясняется. В чем вы видите причины и как из этой ситуации выходить? Причина поэтому, что у нас было очень много травмированных игроков. Да, из троя выпадали все подряд, так что могу сказать, что не могли всегда выйти на поле со самым оптимальным составом. Не было ни одной игры, где мы играли с одинаковым составом. Вопрос такой. Осталось не так много игр, а соперники у нас достаточно сильные. Там и «Зенит», и «Спартак», и «ЦСК». Есть какие-то соображения, за счет чего можно с этими командами играть и выигрывать? А насчет желания и насчет борьбы, что касается этого, временно еще для поправить что-то есть. Но, честно говоря, я не тренер, который хочу обманивать стыки. Они нам очень близко. Ваня вот чуть-чуть сегодня впервые в стартовом составе. Вообще, по-моему, в составе. Вот, целый тайм отбегал. Почему было принято решение его пользу? И как вы оцениваете вообще, использовал он свои шансы или нет? Ну, решение было такое, потому что думали выпустить «Корниленка» второй тайм, чтобы он усилил нашу игру и чтобы вышел такой свежий, как он тоже сделал это с «Рубином», как оценивать его. Трудно оценивать молодого пацана, который получил шанс, как он работал, как играл за дубль, он заслуживал, чтобы мы ему дали шансы. Сейчас достаточно долгая пауза перед вашим приходом на пресс-конференцию. Это не самое долгая за все время вашей работы в Самаре. Что сказали ребятам все-таки? Ничего не сказали. Я только поблагодарил за борьбу. Я по горячим следам я ничего не говорю. Мы завтра будем разговаривать. Медрак, отсутствие Канунникова. Бережете пока его для «Зенита»? Для игры с «Зенитом»? Ну, пока неизвестно. Неизвестно. Другой вопрос. Спасибо.